В студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели». Программа о тех, кто принимает значимые решения для социально-экономического развития Ненинского округа и для повышения уровня жизни населения региона на федеральном, региональном и местном уровне. Сегодня в выпуске. Спикер регионального парламента от имени депутатского корпуса обратился к жителям округа в связи с проведением специальной военной операции в Украине. На сессии собрания депутатов Ненинского округа глава региона отчитался от деятельности органов государственной власти за 2021 год. Депутаты регионального парламента увеличили доходную и расходную часть окружного бюджета на 2022 год. 24 марта состоялась очередная сессия собрания депутатов Ненинского округа. Открывая ее, спикер регионального парламента от имени депутатского корпуса обратился к жителям округа. Уважаемые жители округа, сегодня, 24 марта, прошел ровно месяц с начала специальной военной операции на Украине. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин принял очень важное и ответственное решение о проведении демилитаризации и деноцификации Украины. При этом президент подчеркнул, что действия России направлены не против Украины и украинского народа. Они связаны с защитой России от тех, кто взял Украину в заложники и использует ее против нашей страны и нашего народа. Действия России – это защита от создаваемых угроз НАТО, биологического оружия, грязной атомной бомбы, то есть от более серьезных и необратимых последствий. Нам не оставили выбора. Оставалось либо действовать, либо продолжать жить и вести бесплодные переговоры с Западом и Соединенными Штатами Америки. Собрание депутатов округа поддерживает решение президента Российской Федерации. Российской Федерации поддерживает наших солдат и офицеров, которые сейчас защищают нашу страну, Россию. Им нужна наша поддержка. Своё выступление я хочу закончить словами Владимира Владимировича Путина. Сила в справедливости и правде. А правда на нашей стороне. На 43-й сессии собрания депутатов губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный выступил с ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации округа, в том числе по вопросам, поставленным депутатским корпусом. Глава региона отчитался о деятельности органов государственной власти за 2021 год. Поделился планами на ближайшую перспективу. 2021 год. Он был полон вызовов. Одним из главных вызовов, пожалуй, стала пандемия. Уже два года мы живем в этих условиях. Коронавирус проверял нас и нашу систему здравоохранения на прочность. На пике заболеваемости в регионе было развернуто 59 коек для ковидных пациентов. Каждая была оснащена кислородом. 9 из них были оснащены ИВЛами. Мы приобрели кислородную станцию на 1000 литров, которая закрыла всю потребность медицинской организации. В регионе заработала собственная ПЦР-лаборатория, которая позволила максимально охватить тестирование на ковид жителей округа и снизить стоимость тестов. В целом коронавирусом в регионе переболело порядка 7 тысяч человек. Несмотря на то, что все силы были брошены на борьбу с ковидом, нам удалось сделать серьезный рывок части модернизации системы здравоохранения. Мы открыли в нашей окружной больнице кабинет гемодиализа. Это значит, что нашим жителям с почечной недостаточностью не придется уезжать из родного округа, чтобы получать необходимую помощь. А получать ее надо регулярно. В 2021 году мы закупили более 30 единиц высокотехнологического оборудования в рамках программы модернизации первичного звена. В том числе томограф, два аппарата для флюорографии легких, аппарат для определения плотности кости, аппараты УЗИ. И многое другое медицинское оборудование. Юрий Бездудный также ответил на вопросы депутатов о приобретении округом МРТ. Для того, чтобы высокотехнологичный аппарат появился в Ненецкой окружной больнице, необходимо подготовить для него специальное помещение. Уже весной этого года будет заключен контракт на поставку в регион модульного помещения для установки в последующем МРТ. В 2021 году были введены в эксплуатацию 12 фельдшерско-акушерских пунктов. Не случайно обратил внимание на ФЗП, так как от вас, уважаемые депутаты, поступали запросы относительно оценки состояния этих ФАПов. Было довольно много замечаний, связанных и с функционированием, и с тем местом, которое было выбрано. На сегодняшний день все ФЗП функционируют. Для работы в Ненецком округе привлекаются дополнительные медицинские кадры врачей, фельдшеров и медсестер, в том числе в отдаленные населенные пункты. Только за 2021 год в наш округ по федеральной программе «Земский доктор» переехали 11 медработников. Пятеро из них в отдаленные населенные пункты, что для нас чрезвычайно важно. Так в Вижасе и Щелина появились заведующие фельдшерскими здравопунктами. В Амдерме и Коткино появились новые фельдшеры, а в Тельвийске медсестра. Все они получили как федеральную, так и региональную поддержку, а также обеспеченный жильем. Говоря о реализации национального проекта «Демография», Юрий Бездудный отметил, что в 2021 году был сдан в эксплуатацию детский сад в селе Несь. Начато строительство детского учреждения в поселке Нельминос, построен детсад в Наринмаре. В округе оказывается всемирная поддержка многодетных семей. Их в регионе более тысячи. В многодетных семьях воспитываются 3 160 детей. В целом, семьям с детьми в округе предусмотрено более 40 мер социальной поддержки. Из них 14 – многодетным семьям. Бюджет Ненинского округа по-прежнему остается социально ориентированным. На сегодняшний день в регионе предоставляется 144 вида социальных выплат и льгот. Хочу сказать, что другого такого региона в Российской Федерации просто нет. В 2021 году на эти цели из окружного бюджета было выделено 3 миллиарда рублей. Большое внимание в округе уделяется объектам образования и культуры. В 2021 году отремонтированы дома культуры в селе Ома и поселке Красное. На базе ДК в Красном в рамках реализации национального проекта «Культура» создана модульная библиотека. Также в прошлом году в рамках нацпроекта образования в школах округа оборудовали три точки роста. Это уникальные образовательные кластеры. В 2022 году планируется отремонтировать учреждения культуры в Каменке, Тошвицке, Хангурее и Коткино. Начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Искатели. До начала строительства Искательской школы выделены средства на поддерживающий ремонт образовательного учреждения. На базе школы номер 3 в Наринмаре планируется создать центр одаренных детей. Отдельно в своем докладе глава региона остановился на теме строительства круглогодичной автомобильной дороги Наринмар-Усинск, которая строится опережающими темпами. В 2021 году на строительство автомобильной дороги нам удалось получить из федерального бюджета более 6 миллиардов. Все они освоены и увидели, что дорога совершенно потрясающего качества. Строительство дороги весьма и весьма дорогостоящий проект и, конечно, финансировать его из регионального бюджета было бы, как вам сказать слово, хотел бы подобрать, не по-хозяйски. И в этом смысле мы ведем постоянную работу с правительством, с Минтрансом и, к слову сказать, Минтранс нас поддерживает в этом. Поэтому уже в этом году, в 2022 году, федеральное правительство выделило нам 3,9 миллиарда на строительство этой дороги для того, чтобы следующий участок вести и дорога продвинется еще на 39 километров. Согласно контракту, автомобильная дорога Наринмар-Усинска должна быть сдана в эксплуатацию в декабре 2023 года. Провел переговоры с Минтрансом и очень надеюсь на то, что правительство нас поддержит и даст нам дополнительное финансирование еще в этом году. В этом случае я надеюсь и даже уверен, что к декабрю этого года, если мы получим поддержку федерального правительства, эту дорогу мы откроем. В 2021 году также были сданы в эксплуатацию после реконструкции дороги в Наринмаре на участке улиц Ленина-Рыбников, Полярная. Отремонтирована дорога Наринмар-Искателей. Собственность региона перешла в федеральная дорога в аэропорт. В текущем году начинается реконструкция моста через лесозаводскую курью. Что касается строительства дороги на Тельвиску, то здесь, по мнению главы региона, необходимо привлекать федеральные средства. Чтобы максимально привлечь на эту дорогу федеральные средства, мы договорились с руководителем Федерального дорожного агентства, который в конце года был у нас с рабочим визитом вместе с министром строительного комплекса, договорились, что мы эту дорогу включим в опорную сеть региона. И при включении этой дороги в опорную сеть это позволит нам запросить федеральное финансирование. В особой поддержке, в том числе и средств регионального бюджета, нуждается системообразующее предприятие региона «Маринмарский объединенный авиаотряд». Потому что предприятие это на сегодняшний момент обеспечивает перевозками весь наш округ. Ну потому что для нас вертолет это все. Это и скорая помощь, к слову сказать, в прошлом году хотели у авиаотряда отжать санавиацию, но мы удержали ее. Это и скорая помощь, и такси, и автобус, и маршрутка. Ну это все. Это и грузы, и почта. И в этой связи хотел бы ответить на вопрос, связанный с летнопосадочной полосой. Объекты еще более дорогостоящие, чем дорога на «Маринмар-Усинск». Это связано и с безопасностью полетов, и с тем, что воздушные суда сегодня требуют особенной взлетки. К настоящему времени уже выполнена предпроектная документация на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Наринмара. Продолжается работа с Минтрансом по включению строительства в федеральную программу. Совершенно точно. Вопрос этот двигается. И что важно, мы в партнерстве с Минтрансом сделали предпроект, предприятие само сделало предпроект, но у нас есть предварительное понимание, что это будет за взлетно-посадочная полоса. Отдельно Юрий Бездудный остановился на вопросах экологии, природопользования, агропромышленного комплекса региона. В 2021 году округ получил 80 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства и развития сельских территорий. Объем федеральных средств по сравнению с предыдущими периодами вырос, кстати говоря, вдвое. В этом году нам удалось уже подписать соглашение с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики на выделение средств для поддержки оленеводства МНАУ. Речь идет о 120 миллионах. Эти средства будут направлены на создание производственных баз по пути кочевий оленеводческих хозяйств и оборудования мастерской по переработке шкур оленя. Оленеводческая отрасль – главная отрасль агропромышленного комплекса Ненинского округа. Оленеводческим хозяйством оказывается серьезная поддержка и средств окружного бюджета. Одной из самых прорывных мер поддержки в 2021 году, по словам главы региона, стало введение субсидий на производство оленины по единой ставке, независимо реализуется ли мясо оленя на мясокомбинат или самостоятельно хозяйствами. Тем самым, отметил Юрий Бездудный, округу удалось защитить и продовольственную безопасность региона. В прошлом году также удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос строительства новых ферм на селе. Для строительства фермы в Лабожском определён потенциальный подрядчик, который готов построить объект уже в 2022 году. Далее, в здании фермы в Великовисочном в настоящее время проводится поддерживающий ремонт крыши и системы отопления. Завершаются работы, уже завершаются. В Лабожском, к слову сказать, тоже проведён поддерживающий ремонт. Готовится проектная документация на строительство новой фермы в селе Верхняя Пёша. Срок по контракту – июнь 2022 года. Отдельная тема в отчётном периоде – это решение ряда проблем в рыболовстве. Большая работа проведена в части развития рыболовства. Возвращено право жителей прибрежных посёлков Усть-Кара и Амдерма ловить рыбу в Карской губе. Новая редакция правил рыболовства, которая вступила в силу с 1 сентября 2021 года, позволяет жителям Усть-Кара и Амдермы осуществлять любительское и традиционное рыболовство. А с 1 марта, то есть уже наступил этот срок, можно осуществлять и промышленное рыболовство. Запущена работа над вопросом по прилову Нельмы. Созданы любительские участки для лова по путёвкам. Приоритетная задача региональных органов власти – обеспечение жилищного строительства, переселение жителей округа из Ветхого и Аварийного фонда. Мы выполнили поставленную федеральным правительством задачу и сдали в 2021 году более 18 тысяч квадратных метров жилья вместо запланированных 15. В 2021 году сотни жителей округа получили ключи от новых квартир. Из них 339 – переселенцев из Ветхого и Аварийного жилья. В 2022 году планируется построить 20 тысяч квадратных метров жилой площади. В заключении своего выступления на сессии собрания депутатов Нинского округа глава региона остановился на экономической ситуации в регионе в свете последних событий. Экономическая и политическая ситуация в стране кардинально изменилась. США и Европа, в целом коллективный Запад решили устроить нам блокаду. Ввели рекордное количество санкций. И, конечно, мы столкнулись с рядом серьезных вызовов. Но Россия на то и великая держава, чтобы стойко принимать все вызовы, справляться с ними и становиться только сильнее. Несмотря на агрессию Запада, ни одна зарубежная компания на сегодняшний день не заявила о выходе из Харягинского СРП. Ни один инвестор не отказался от планов по реализации проектов, которые были ранее намечены. Сейчас я говорю о проектировании дороги Сосногорск-Индига, которым занимается консорциум Русь-Титан и Айон. И о проекте Газпрома-Лукойла-Лаевош-Нефтегаз. Мы продолжаем реализовывать инвестпроекты, а это значит, что экономика нашего округа выстоит. Поэтому мы продолжим реализовывать национальные проекты. А это значит, что в Ненецком округе будет строиться жилье, дороги, социально значимые объекты. По окончании отчета о деятельности администрации в 2021 году губернатор округа ответил на вопросы окружных депутатов. По окончании сессии депутаты регионального парламента прокомментировали отдельные тезисы отчета главы региона о деятельности органов государственной власти в 2021 году. В числе главных я для себя пометил, это реализация реализации национальных проектов и те проекты, которые реализуются у нас на территории округа. Это очень важно. То есть это экономика. Второй вопрос – это медицина. Мы понимаем, что забота о сохранении здоровья граждан, она как была, так и остается приоритетной. И в этой связи сделаны значительные практически вопросы к ее решению, а именно техническое перевооружение, в том числе медицинским оборудованием, оно происходит. У нас введены в строй ФАПы, которые сейчас начинают уже более эффективно работать в более лучших условиях. Остальные вопросы, которые касаются нашей жизнедеятельности, это вопросы и рыболовства, это вопросы коренных малочисленных народов Севера, это вопросы строительства инфраструктуры, особенно дорог. Это вопросы касаются гражданских институтов наших власти. Это те вопросы, которые касаются просто всей той обстановки и, наверное, обратной связи со всеми общественными организациями, и в том числе то, что касается охраны материнства и детства. И он, и Юрий Васильевич эти вопросы затронул, и уполномочили по правам ребенка. Поэтому я считаю, что вот эти отчеты, которые прозвучали и доклады, они были важны в смысле анализа той работы, которая была сделана в предшествующий период, а именно мы говорим о 2021 годе. И сейчас надо посмотреть, каким образом спланировать и организовать свою работу совместно с администрацией, депутатом, департаментом для того, чтобы в этих особых условиях, наверное, качественно несколько других, нам выстраивать работу несколько иначе. Может быть, надо отказаться от каких-то неэффективных затрат. Надо подумать и в эту сторону, чтобы работали деньги там, где это сегодня нужно в полной мере. Для меня один из важнейших вопросов – это строительство школы в поселке Искатели и физкультурно-оздоровительные комплексы. Благодаря грамотной политике действиям, наконец, все-таки вопрос решен в части строительства и заключения контракта с нашим предпринимателем, который живет на территории Ненецкого автономного округа. Надеюсь, что все предприниматели примут участие в строительстве данного объекта и объект будет сдан согласно срокам. Илья Васильевич подчеркнул, что все-таки администрация нацелена строить новые социально значимые объекты. Мы видели, как в 2021 году был открыт детский сад в селе Несь, замечательный, современный, светлый. Но мы также знаем, что необходимо строить новые школы, сады в других населенных пунктах, дома культуры, в том числе ремонтировать их. Он также обратил особое внимание и на транспортную составляющую. Мы знаем, что с селами у нас связывает только воздушное пространство. Это наш объединенный Нариндморский авиаотряд. Поэтому также необходимо уделить самое пристальное внимание развитию, обновлению воздушного флота, чтобы ни в коем случае не подвергать, так скажем, опасности эти воздушные перевозки. Ну и, конечно же, необходимо совместно с органами исполнительной власти, нам как законодателям, в полной мере заняться реализацией государственной программы. Это комплексное развитие сельских территорий. Она затрагивает все сферы жизни наших сельчан. Это и коммунальная инфраструктура, это, конечно же, и те же школы, сады, дома культуры. Ну и в целом это развитие наших сел. В окружной бюджет на 2022 год внесены первые в этом году изменения. Соответствующий закон принят на сессии регионального парламента. Представила проект закона на сессии заместитель губернатора Ненецкого округа, руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Поправки вносятся в связи с поступлением в доходную часть федеральных средств. Также в окружном бюджете оставались переходящие остатки прошлого года, которые будут направлены на первоочередные нужды. В 2022 году доходы окружного бюджета увеличиваются на 410 миллионов рублей и составят почти 21 миллиард рублей. Расходы на текущий год увеличиваются на 1 миллиард 600 миллионов рублей и составят более 24 миллиардов. При этом дефицит окружного бюджета будет порядка 3 миллиардов рублей. Основные моменты стоит отметить, что при принятии окружного бюджета в прошлом году были рекомендации депутатские по увеличению, во-первых, это льготного проезда, и в изменение бюджета вносится по увеличению льготного проезда. И в докладе, в том числе и губернатора, было сегодня отмечено, что льготный проезд будет, авансирование будет уже составлять 35 тысяч, а не 25, как в прошлом году. Затем была рекомендация, это увеличение детского стоимости детского питания, и она заложена была в прошлом году на 86%, ну то есть это по сентябрь месяц. Сейчас мы увеличиваем эту сумму на 45 миллионов и будет предусмотрено питание до декабря месяца. На 112 миллионов рублей увеличились субсидии муниципалитетам, предусмотрены дополнительные средства на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, на выкуп жилых помещений, на софинансирование капитальных вложений и объекты муниципальной собственности. Стоит также отметить, что по коммунальным услугам у нас было всего лишь заложено 76%. Сейчас мы добавляем средства, это особенно по образованию. Самое большое изменение в увеличении ассигнований происходит по департаменту, это образование, это строительство, это АПК и здравоохранение. То, что касается по образованию, предусмотрены средства также на текущий капитальный ремонт. Это текущий капитальный ремонт в детском садике «Радуга-Самоцветик», это ремонт школы в искателях, это также ремонт школы в Харуте. Мы при принятии бюджета предусматривали средства, но так как поступили в бюджет средства федерального бюджета, мы у себя сейчас перераспределяем эти средства, и поэтому почти 10 еще учреждений получают средства на ремонт. Ремонтные работы в 2022 году также пройдут в зданиях социально-гуманитарного колледжа и профтехучилища в Наринмаре. На 50 миллионов рублей в этом году будет закуплено медицинское оборудование. Особенно по онкозаболеваниям, это профилактика, и затем практически 30 миллионов предусматривается на модульные здания под МРТ. И мы надеемся, что это большая просьба жителей была, и в течение уже шести лет мы поднимаем этот вопрос, но наконец-то каким-то образом это сдвигается, потому что прежде чем приобрести это МРТ, необходимо, чтобы было помещение. То есть вот под это помещение мы надеемся, что будет поставлено, и тогда уже будет приобретено непосредственно МРТ. Дополнительно выделены ассигнования на строительство и приобретение жилищных помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилищного помещения, а также для обеспечения жилыми помещениями оленеводов и чумработниц. В том числе субсидии предоставляются муниципальным образованием. Это в город и в Приморско-Куйский сельский совет. По Приморско-Куйскому сельскому совету там идет переселение, вернее, это будет компенсация за аварийный выкуп жилья. По улице Новая 1 и Новая 2 – это 10 квартир. Увеличивается бюджетное ассигнование также на приобретение кабельно-проводниковой продукции и кроссового оборудования для развития сетей связи на территории округа. Это был очередной выпуск программы «Законодатели». До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok